Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашей рубрике «Совет от ангелов». Эта рубрика – это возможность для меня и тебя услышать наставления, советы и напутствие от наших небесных помощников, от наших ангелов. Они всегда рядом с нами, они знают, через что вы проходите прямо сейчас, и они готовы помочь. Дорогие, я верю, что сегодняшний совет, сегодняшнее наставление будет ценным, важным и актуальным лично для тебя. Потому что ангелы знали, что вы кликните это видео и будете с нами в этом едином пространстве. О, дорогие ангелы, проговорите. Мы ожидаем от вас наставления, советов. И на этой неделе выпадает совет «Не пасуй перед трудностями». «Не пасуй перед трудностями». Твой чистый и честный взгляд на ситуации позволит тебе оценить свои силы. Смотри в свое будущее без страха. «Не пасуй перед трудностями». Очень важный совет. Чистый и честный взгляд на ситуации позволит тебе оценивать правильно свои силы и не бояться смело смотреть в свое будущее. Дорогие, не пасуйте перед трудностями. Почему мы так часто можем пасовать перед трудностями? Потому что, когда что-то происходит, например, неприятности с финансами, неприятности на работе, неприятности в семье, проблемы во взаимоотношениях, проблемы со здоровьем. И когда у нас неправильный взгляд на эту ситуацию, то есть случилась ситуация, но если мы смотрим на эту ситуацию и видим только эту проблему, у нас неправильный взгляд. Дорогие, сегодня ангелы хотят научить нас правильному духовному зрению. Случилась неприятность со здоровьем, неприятность с финансами, проблемы на работе, и ты смотришь на эту проблему. Это не есть чистый, честный и духовный взгляд. Духовный взгляд, когда ты смотришь, да, это случилось, ты это не отрицаешь, но ты наблюдаешь это, оно есть, но ты видишь что-то большее. Ты видишь еще то, что за этой проблемой есть Всевышний. Ты видишь еще то, что за этой проблемой есть ангелы. Ты видишь еще, что за этой проблемой есть небесные силы, которые желают тебе добра. Если с вами случились неприятности, и вы видите только неприятности, у вас неправильный взгляд, у вас неправильный взор. Ваш взор не является чистым, честным и истинным. Потому что кроме любой проблемы всегда есть решение. И последнее слово всегда за Всевышним. Последнее слово всегда за ангелами. И даже когда случились те проблемы, те ситуации, через которые ты проходишь, наблюдая их, ты можешь сказать, а я вижу Творца, который за меня, а я вижу Всевышнего, который со мною, я вижу Источник, который внутри меня. Я смело могу встретить будущее, потому что ангелы защищают и оберегают меня. Я смело могу встретить будущее, потому что мои духовные помощники ведут меня и помогают мне во всем. О, дорогие, не пасуйте перед трудностями, не смотрите только лишь на свои проблемы, смотрите сквозь проблемы и начните видеть перспективу широко. Начните видеть, что этот мир принадлежит Богу. Что эта вселенная, она доброжелательна. Что мир это прекрасное место. И кроме проблем, есть масса решений, есть масса благословений, есть Источник, есть Творец, есть Всевышний, который держит все в своих руках. Есть ангелы, которые помогают и защищают нас. Есть ответы решения на любую ситуацию у Творца. И любая проблема, любая трудность, это всего лишь повод, чтобы просто обратиться к небесам, обратиться к высшим силам и сказать, да, я вижу эти проблемы, я вижу эту ситуацию, но я не собираюсь пасовать перед ними. Я не собираюсь бояться, я не собираюсь впечатляться, потому что я знаю, что Бог со мною. Бог во мне и Бог за меня. Потому что я знаю, что ангелы со мною. И у Бога, и у высших сил я все решения на любую ситуацию в моей жизни. И чтобы закрепить действия этого духовного совета, напишите короткую молитву, активацию под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня не пасовать перед трудностями. И смотреть в свое будущее без страха, осознавая то, что когда я с Творцом и с ангелами, я намного сильнее и больше, чем все мои проблемы и неприятности. Дорогие, я благословляю вас, ваши дома и ваши семьи. Будьте благословены.